Привет, призраки! Это я, Гост. Уже много лет мы с вами выживаем в зомби-апокалипсисе в GTA 5, и с каждым днём наш скилл выживальщика только растёт. Но сегодня я подумал, а почему бы мне не кинуть себе вызов? Дело в том, что всё это время мы выживали в нашем привычном Лос-Андосе, где мне известен уже, ну, просто каждый угол. И тут у меня пришла идея, а что если бы я выживал в России во время зомби-эпидемии? Знаете, эта идея показалась мне очень интересной, и я стал искать способы, как это всё организовать. Ну и, конечно же, у меня это получилось. Всем, как всегда, желаю приятного аппетита и приятного просмотра. Добро пожаловать в заражённый зомби-вирусом российский город в игре Тирдау. Ах да, я буду очень благодарен, если ты влепишь лайк под это видео и поможешь мне набрать 5000 лайков для следующей серии. Огромное спасибо. Йоу! Это я где? Что за комната? Так, подожди, я стою прямо на кровати? О, блин! А это ещё кто такие? Это зомби! Да ну нафиг! Их так много! Прямо сейчас стоит за моим окном 4 зомбака! О, йоу, ребят! Я думал зомби-покалипсис будет начинаться как-то более плавно, но мы с вами видим, что уже толпы зомби столпились вокруг нашей квартиры. Кстати, а чё это за дом такой? Мы с вами 100% находимся в России, как я слышу по новостям, серьёзно передают российские новости. И я впервые, ребята, играю во время зомби-апокалипсиса в России. Это на самом деле очень прикольно. Если это ещё и какая-нибудь хрущёвка, то я просто офигею. Да, ребята! Мы с вами, блин, в хрущёвке! Вы посмотрите! Двоечка? Ну окей, надо сходить за продуктами туда. Ведь продукты питания – одна из самых необходимых вещей во время зомби-апокалипсиса. Как-то так, ребята, живут русские люди во время конца света. Никого нету, мы с вами единственные оставшиеся в живых. И я предлагаю прямо сейчас попробовать выбраться... О, на крышу. Отлично, можно это сделать. Для того, чтобы хотя бы немного осмотреться. А, турбо-привет. Привет, окей. Кто-то оставил нам тут небольшое послание. И давайте, ребята, мы с вами вообще посмотрим, что происходит вокруг. Заброшенные тачки, заброшенные дома, уничтоженные дворы. И, по-моему, там даже стоит какая-то военная техника. Самое время, ребята, прогуляться по этому русскому городу. Но самое главное будет, конечно же, выжить. Зомби вокруг очень-очень много. Поэтому будем стараться передвигаться как можно аккуратнее. Само собой, ребята, я прихватил с собой пушки. Поэтому прямо сейчас я предлагаю выходить на улицу и начинать раздавать этим зомбарям. Первый пошел. Так, выходим. Сквозь дерево. На, получи. Все шикарно. Мы с вами снаружи. Так, погнали первым делом зайдем в двоечку. Посмотрим, может быть, там найдутся какие-нибудь продукты. Так, будем передвигаться как можно аккуратнее, чтобы зомби меня не заметили. И, судя по карте, где-то в этой стороне находится просто какая-то гигантская толпа зомбарей. Что они там делают, я не понимаю. Но они реально столпились вокруг... А, блин! Ты что меня пугаешь? Вонючие зомби. Вокруг этого дома они столпились, ребята. И кажется, сейчас они будут пытаться добраться до меня. Ладно, все, пойдем с главной улицы. Инвестируй в еду. Курс еды растет. Жиза, блин. Еда реально очень сильно подорожала в последнее время, если честно. Так, пробираемся вовнутрь магазина, ребята. Здесь огромное количество продуктов. То есть зомби по карте случился просто быстро, спонтанно. Никто даже не успел какие-нибудь продукты с собой захватить, да? Обычно мародеры сразу же разбирают магазин и забирают все, что им необходимо для выживания. Но здесь мы с вами видим, что все продукты оставлены. Я предлагаю, ребята, мы же все-таки с вами играем в Тирдаун. Все это дело поджечь для того, чтобы оно потихонечку горело. А мы с вами посмотрели в конце вообще, как это двоечка. Ну или пятерочка, даже правильнее сказать, как она у нас в итоге сгорит. Вот так, отлично. Кстати, дружище, я надеюсь, что ты уже поставил лайкосик под этим роликом. Потому что я для тебя очень сильно стараюсь. И как ты знаешь, я записываю в основном только GTA 5. Вот, поэтому мне очень сильно нужна твоя поддержка под подобными роликами. Офигеть. Которые не связаны с GTA 5. Потому что для меня это намного сложнее записывать, чем ту же самую GTA, к которой я привык. Да ну нафиг, блин. Блин, у вас что там так много? Блин. Это туалет? Во, мне как раз сюда. Все, спасибо. Капец, их там просто нафига. Так, ребята, надо быстро рассмотреть это здание. Так, открываешься, нет? Ой-ой-ой. Они идут. Они идут сюда. Уходим. Так, на крышу. Быстрее. Черт побери. Это что за елка тут стоит? Ой, все, они поднимаются. Я точно не выживу, если эти зомби доберутся до меня. Их там очень много. Зачем я просто пошел туда? Конечно, у меня есть бомбочки там всякие разные. Например, вот такой вот бананчик. А! Нет! Ух! Ну, типа вот такого, да, ребята? Хо-хо-хо, нифига, блин. Пол просто стены оторвало только что. Ну-ка, давай еще разочек. Офигенно. Так, я предлагаю пробраться куда-нибудь на крышу. А что я тут не могу пролезть? Так, можно как-то? Вот, шикарно. И смотри, тут еще есть дальше пролеты. Куда-то наверх. Хох, здесь намного безопасней. Это кто? Эй, дружище. Ты, а ты кто такой? Его можно столкнуть отсюда, мне интересно? Эй, братан. Ну-ка. Вау. Сэр. Простите. Блин, я не хотел. Сделал, возможно, это был последний выживший в этом городе. Ну, помимо меня. Я мог ему как-нибудь помочь. Так, а что он тут стоял делал? Там какой-то еще чувак. Пять живышка. Вот откуда все эти зомби. Блин, а я сначала, ребята, не понял. Пять живышка. Ну, тогда-то все понятно. Так, закидаем нафиг их бомбочками. Попробуем, ребята, чтобы они тут все у нас разошлись. А то их слишком много. Держите гранату. Что-то, по-моему, их не сильно на самом деле как-то убивает. Они до сих пор все живы, их очень-очень много. Так, знаете, что я хочу попробовать еще? Там у нас, я заметил, стоит какая-то красная штука. Обычно такие штуки любят взрываться. Да, офигенно. И пойдемте, ребята, доберемся до того здания. У меня есть для этого специальный реактивный ранец. Или, может быть, воспользоваться тачкой? Ха, что здесь делает полицейская машина? Мистер, я его у вас заберу, если вы не против. Так, поехали. Ох, блин, как тяжело проезжать. Давай, погнали. Сейчас просто, ребята, вылетаем вперед. Вот так. Шикарно. И удар. О, даже на ходу осталось. Нифига себе. Тачке вообще пофиг. Отлично. Пивной мир, пицца плюс суши. Да, блин, в каждом русском городе это есть, ребята. Вот реально, в каждом русском городе. Аптека. А что, кто тут? Эта машина издает сигнал? Ой. И все зомби на него сбегаются. Я понял. Так, нужно быстрее брать какую-нибудь тачку. Вот, например, буханка. Берем ее. Так, поехали. Давай, первые лица. Получите зомби. Вот так вот вам. Всем ловите. Кстати, некоторые зомби, как вы заметили, в касках. И убить их намного сложнее. Отвали, зомбак. Вот так тебя вбок. И налови еще чуть-чуть. Фух, шикарно. По-моему, я с ним разобрался. Блин, ты быстрее прям продолжают идти на меня. Поехали быстрее. Все, давай, давай, вперед. Куда я свернул? Мне кажется, моя тачка скоро просто развалится, ребят. О, да. Тачки просто джиджис, как говорится. Шавуха. По 200 рублей. Хочу шавуху. Сколько стоит? Если 200, то возьму. Кстати, дружище, пиши в комментариях, сколько у тебя в горе стоит шавуха. Вот сколько ты ее покупаешь. Потому что мне кто-то рассказывал, что в Питере есть вообще шавуха за 900 рублей. Чтоб вы понимали. Офигеть. Я просто офигел, если честно. Потому что, ну, я обычно шавуху там покупаю за 200-250 рублей. И с удовольствием ее хаваю. Но если за 900... Не, я такое точно себе брать не буду. Это что-то ненормальное. Так, мы с вами вышли в какое-то безопасное место. Я здесь не вижу вообще зомбарей. Они находятся где-то в других частях карты. То есть мы можем сейчас нормально осмотреться. Ооо, челик. А, он, посмотри, он просто играл все это время в плойку. Братан. Он, кажется, погиб просто от того, что переиграл, да? Перенервничал. Еще один унитаз тут стоит. Давайте мы просто все это дело сожжем. Я предлагаю все это сжечь. Всю эту хрущевку. Ну, реально, интересно, ребята, посмотри, как это будет происходить. Давай. Блин, а что не поджигается? Стопэ. А что такое? Можно как-то тебя сжечь? Ооо. Окно поджег, кстати. А вот дальше он не хочет загораться. То есть, кажется, ребята, не поджечь их. Ооо, подожди. Все получилось, я понял, где надо поджигать. Вот по этой стороне просто нужно это делать. Отлично. В таком случае сейчас поджигаем и уходим. Так, зомбак, иди нафиг отсюда. Ооо, его тоже можно сжечь. Пошел. Отличненько. Так, что застрелка? Вот ее подожжем. Все. Вот так вот этот дом теперь точно будет гореть. И еще зомбаки идут. Да иди нафиг. На, лови. Оуч. Ты что меня кусаешь? За спины подошел. Отвали. Ты тоже. Фух. Шикарно. Так, а тут у нас начинаются какие-то маленькие домики. Вы представляете, ребята, это же все нужно было проделать. Вся эта карта сделана вручную каким-то чуваком. Реально, он каждый домик здесь проделал. Как же это круто. Можно реально тут попробовать пожить вот так вот. Только без двери. Ну, вряд ли это получится. Они опять здесь. Ладно, минус. Почему их так много приходят постоянно? Средоны пачками ходят. Ну, в принципе, как и нормальные зомби. Они, по-моему, постоянно должны ходить пачками, как во всех фильмах. Реально, посмотрите, какая крутая избушка маленькая. Давайте зайдем вовнутрь сейчас. Немножко дверь тут починим, как говорится. И посмотрим вообще, что у нас тут есть интересного. Маленький домик. Две кровати. Это же, по-моему, кровать, да? И вот еще одна печка, телевизор. И все. То есть, такой чисто маленький деревенский домик. Так, зомби начинают потихонечку снова собираться вокруг меня. Значит, пора бы с ними разобраться. А что там вообще происходит с нашей хрущевкой? Оу! Оу! Она горит, ребят! Она реально горит. Мы ее подожгли. Вон! Огонь распространяется! Там скоро все сгорит! Под конец этого ролика, ребята, мы с вами обязательно доберемся до этой хрущевки. Для того, чтобы оценить вообще масштаб всего этого пожара. Что произойдет за это время, пока мы будем с вами здесь бегать, выживать в этом русском городе. Кстати, можно попробовать также одну хрущевку просто облепить нитроглицерином. Вот таким образом. Попробую, ребят, просто по кругу, для того, чтобы подрывать. Посмотрим, что с хрущевкой произойдет. Все-таки хочется подстрелить на физику этих домов тоже. Я никогда не видел, как взрывается хрущевка, ребята. Ну, вы сами это понимаете. Сейчас впервые мы с вами посмотрим на это. Так. Смотри, какой он живучий. Иди нафиг. Взрываем. На счет 3. 1, 2, 3. Взрыв! Оу! Блин! Офигеть! Он просто джиджиз! Прям реально джиджиз! Хо-хоу! И хрущевка тоже джиджиз! Всему джиджиз, ребят. Вы посмотрите, какой взрыв просто. Жесть какая-то! То есть его, по сути, можно даже доломать сейчас, да? Если я возьму, например, миниган. Отойду подальше. И вот так вот просто зажму. Всю эту хрущевку можно будет снести, как мне кажется, да? Ну, давай попробуем. Хочется на это посмотреть. Вот, сносим потихонечку. Если все опоры пропадут... О-о-о! Реально падает! Смотри! Хрущевка летит вниз! О-о-о! Что за жесть? И что, она не сломалась? По-моему, она не сломалась, кстати. Я думал, она развалится вообще на маленькие блоки. Но, ребята, хрущевка выжила. Ха-ха-ха! Можно даже продолжать в ней жить. Только придется ходить по стенам, да? Ну, ладно, ничего страшного. Если привыкнуть, то все будет нормально. Посмотрите, кстати, уже как разросся у нас этот огонь. Где основная толпа зомби, мне интересно? Хочется подлететь к ним, чтобы немножко подраться. О-о-о! А это что такое? Это какой-то завод? Или нет? Блин, зомби просто дофига. Давайте с ними сейчас со всеми разберемся. На, получи. Ты тоже. Представьте, если снимать реально какое-нибудь выживание, ребята, в Тирдаун во время зомби апокалипсиса. Это было бы очень интересно, на мой взгляд. Тем более, если бы у тебя не было какого-нибудь крутого оружия, там был бы какой-нибудь только пистолет на старте и молоток. И тебе бы пришлось крафтить, что-то выживать. Это очень интересная игра на самом деле. Тем более, с такой продуманной физикой. Я бы с удовольствием построил здесь какую-нибудь базу. И хотя бы пару дней бы повыживал в ней против орд-зомби. Так, вот еще один бронированный. На, лови, блин. Давайте пройдем рядом с этим заводом. Посмотрим вообще, что у нас тут происходит. Блин, а что столько бронированных зомбарей? О, а тут шестерочка уже. Попахивает немножко по гятам. Там же двоечка была. Почему они повторяют за двоечкой? Шестерочка какая-то непонятная. Так, заезжаем на территорию. Что у нас тут есть интересного? Везде эти бочки, бочки. Это очень опасное место на самом деле. Я про это и говорил. Я почти умер. Я почти умер. О, подождите. Это катается. Все, поехали. Вперед. Сейчас будем с вами давить зомбарей на этой штуке. Хотя она так медленно едет, что мне кажется, фиг что сможешь задавить. Ладно, тогда будем все просто ломать. Иди отсюда, зомбак. Он просто на меня успел залезть. А можно этот дом насквозь проломать? Ху. Да, я его даже двигаю. Офигеть. Так. У. Они меня бьют. Как вы это делаете? Жесть, какие тут опасные зомби. Можно их как-нибудь надамажить этим ковшом? Кажется, придется забираться повыше. Вот так. И уже отсюда по ним всем стрелять. Блин, их просто дофига. Они еще карабкаются друг на друга. Иногда наносят мне какой-то урон. Вот, надо эту толпучку просто разобрать. Чтоб они не смогли больше вскарабкаться. Офигеть. На, лови. Вот, все шикарно. Почти всех зомби мы с вами расстреляли. Еще немножечко. Че вы тут стоите? Подходите. Ну, не хотите? Ладно, так тогда разберем. Еще парочку. Все, готовы? Где? А, вот. Смотри, простоят и ждут. Этому пофиг, у него броня. Надо побольше выстрелов сделать. Прикольно, что здесь продумано, что есть некоторые зомби бронированные. Их просто так не уничтожить. Так, ну что ж, поехали дальше. Я хочу снести это здание. Посмотри, как оно у нас разлетится. На, блин. Насквозь. Ну, насквозь, кстати, тяжело будет. Надо скорость побольше. А кажется, что у этой тачки все-таки нет такой мощности. О, блин. Смотри, как ломает. Офигенно. Все. Все здание, ребята, просто развалено. Че это за дрон? Че он тут делает? Ну-ка попробуем на него залететь. И что? На нем просто можно стоять, и все. Я его могу сломать, ребят. Какой-то непонятный дрон у нас тут летает в воздухе. Интересно. Ладно, пойдем дальше. Здесь остается еще одно место, ребята, которое мы с вами не посмотрели. И это огромный торговый центр. Просто гигантский. Даже не торговый, а бизнес-центр, да? О, да, банкоматы. Это что, Сбер, типа? Или что? Скорее всего, да. Ну-ка, надо найти его название. Хочется посмотреть, как его тут обозвали. О, ребята. Ютубчик от Астудия, где все ютуберы снимают видео, да? Прикольненько. Только тут дофига зомбарей, поэтому я бы побежал уже дальше. Не будем задерживаться на первом этаже. Так, еще какие-то офисы. Компов дофига. Ну да, чисто офисные, ребята, помещения, где работают какие-то фирмы. И вокруг этой штуки очень много зомбарей. Просто она прозрачная, и меня в ней видно очень хорошо, поэтому зомби будут отовсюду меня замечать. Че? На взрыв! Шикарно. И че? Мы с вами просто развалили полздания. А зачем эти штуки здесь поставлены? Наверное, чисто для фана, чтобы подзарвать здесь что-нибудь, да? Ну было бы прям круче, если бы этих штук стояло очень много, и они так шли бы в ряд, прям до самого низа, чтобы это здание просто развалилось. Вот как оно выглядит сейчас, интересно. Давайте, ребята, посмотрим. Вот как оно выглядит. Ну да, его прям так нормально подснесло. И еще один взрывчик. Блин, капец. А кто это там? Это кто нафиг? Это эндермен? Да, ребята, это эндермен! Ну-ка, ладно, закидаем его. Я не хочу с ним связываться. Получи, блин. И сейчас просто вот так вот насквозь кидаем. Знаете, какую сцену напоминает? Из Мстителей, когда Халк и Железный Человек просто месились и снесли целое непостроенное здание. Да, только я сам себя убил только что. Погнали, ребята, посмотрим, что у нас там произошло со зданием, которое мы с вами подожгли минут, наверное, 10 назад. Посмотрим, как там разросся у нас огонь. И, может быть, он уже все уничтожил. Сейчас мы это с вами и увидим. Эта хрущевка валяется. О! Вот это место, да? Где мы с вами устроили поджог. Но, по-моему, он остановился, да? Все, он прошел пару этажей, 4 этажа и огонь стих. Но так-то реалистично. Огонь обычно тоже не доходит до самого конца. Бывает, стихает по каким-то причинам. О, еще выживший, нифига себе. Да тут можно полетать, прям по схалочке понаходить. Здорово, братан, я с тобой, пожалуй, тут побуду. Хорошая у тебя квартирка. Ванная да туалет. Да, нормально. Чисто такая русская хата. Ну что ж, ребята, в общем-то, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно пишите в комментариях, хотите ли вы еще увидеть видосики по Тирдаун в GTA 5. Может быть, записать для вас еще какие-нибудь там видосы по Зомби Апокалипсису. Потому что есть еще карты на Зомби Апокалипсис. Не только русские города. Да, вон, кстати, школа, ребята. Так что обязательно оставляйте, ребята, в комментариях свои идеи касательно этой игры. И что для вас еще здесь в ней записать. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале. Которые выходят тут каждый-каждый день. Я вот, ребята, сейчас на Беттере просто поеду всех зомби сбивать, да, чтобы уехать уже из этого города и остаться в живых. Ох, надо было эту штуку брать. Вот она-то нормально со всем справится. Да, как оказалось, ребята, я катался не на той технике. Они пробивают меня через Беттер, офигеть. Короче, ребята, кажется, я сейчас превращусь в зомби. Давайте, до скорых встреч. Увидимся завтра. А я пошел быстрее от этой толпы зомби. Пока-пока-пока. Пока.